играешь танки подписывайся на мой канал эндомита вот и обязательно прожимай колокольчик здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомита 7 нас очередной обзор танков наши любимые игры world of tanks и нас на обзоре танк 4 уровня немец вот средний танк проходная прокачиваем ветка pz 3g этих тачек очень много брендами на них любят на них ездит соответственно нужно забрать что так хорош вообще почему так много в песке этих машин и уже послужившись традиции предлагаю сразу пойти посмотреть бронирование данного агрегата погнали итак вот от наш pz 3g давайте все и по порядку значит нижняя часть нлд 61 и рикошет она под хорошим углом вот потом у нас центральная часть идет тоже можно назвать на и на все-таки нлд 50 миллиметров придемки 54 влд у нас 50 те же в переведенки 73 что уже неплохо и прям совсем верхняя планка она находится под вообще сумасшедшим рикошетном углом и там у нас 52 но рикошет вот подбашенная рубка 70 вот люк мехвода 51 пулеметное гнездо 50 маска орудия огромная во всю башню 80 миллиметров вверху 95 книзу тоже доходит до 91 вот чуть-чуть видно щеки башни там у нас 40 но туда очень тяжело попасть потому что они маленькие вот верхняя планка у нас всего лишь 10 миллиметров и конечно же пробивать ее можно тоже тоненькая а вот есть замануха лючок лючок на башне куда все привыкли стрелять считаю что там нет броник а здесь у нас на самом деле 90 здесь 107 а по краям так вообще 169 поэтому это некий такой маячок замануха чтоб туда стреляли а пробить его на самом деле тяжело боковое бронирование 30 и это говорит о том что pz 3g очень даже неплохо вот если правильно танковать танкует 80 90 и опять же тот же самый рикошет стоит конечно перед и вернуть и тоже еще пока держит удар ну а вот так и вот так держит удару а вот так уже нет короче на нем можно немного передворачивать и он все равно будет рикошетить то есть борт хороший для танкования от борта погнали в ангар разобрались броня у нас сумасшедшая в лючке хорошая броня у нас в л.д. неплохая броня у нас под башенной рубки за исключением люками хода и конечно же пулеметной части нл.д. еще ничего вот это ослабленная часть прям реально ослабленная борт у нас шикарный давайте смазь основные модули по основным модулем у нас сумасшедшее количество пушек стартуем мы на стоковой первого уровня и это конечно ужасно они невозможно играть на четвертых влах включить что вы часто будет попадать пятеркам и даже к шестеркам соответственно это пушка 3 нас не интересует совсем то есть вот это вот ветка пушек мы про нее вообще забываем ничуть и не делаем нам нужно как можно быстрее выкачать башню который нам увеличит по моему об нет обзор не увеличит кстати тоже самый 44 градус поворота 46 а вот броня на пом прибавит 30 а здесь нет 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 ну короче адаптирована пушка ой башня под вот эти пушки то есть идем через топовую башню и идем вот на эту пушечку вот на эту до альфа зи 70 67 пробитие основным голдой 133 130 2 5 секунды заряжается на 4 разброс 2 и 3 секунды время сведения почему мы не идем на эту потому что это пушка у нас по сути ну такая совсем кривая фугасница можно ее назвать до альфа хорошее но медленно летят снаряды и очень маленькое бронепробитие особенно основном снаряде на голде тоже себе такое вот по рациям качаем топовую 9 уровня различия сумасшедшие смотрите 710 метров здесь дальней связи а здесь 310 в два с половиной раза дальше то есть это вам будет помогать видеть врагов по засвету ваших союзников либо видеть врагу вашим союзником по засвету вашему вот по топовому двигателю тоже ситуация интересная 440 лошадей вот а здесь 320 это вам даст как минимум 20 20 процентов к подвижности вот ну и конечно топовая ходовая лишний не будет 45 градусов секунду поворота здесь у нас 40 примерно процентов 15 до сподвижности на месте это важно по оборудованию здесь очень просто это средний танк 4 уровня я на средних танках четвертых ловелов практически на всех рекомендую всегда ставить турбонагнетатель просветленную оптику чтобы светить себе и с по вашим союзникам ну и конечно же вентилятор вот по снарядам основной у нас бэбэха голда у нас подкол бэбэха летит вполне меняемые 835 метров а вот голда летит тысячи почти 50 метров и это очень прикольно помогает отстреливать подвижные цели по снаряжению ремка аптечка и желательно автоматический огнетушитель но но можно себе вот как я позволить иногда поставить и до паек виде шоколадки экипаж у нас здесь огромный у нас составе экипажа добавлен радист но радисты в основном есть почти на всех четверках вот первым первым командиру лампу всем остальным ремонт вторым боевое братство дальше качать как показано в табличке увы но у пушки более-менее комфортный минус 10 градусов по хп у нас 540 стандартный параметр нормально по мобильности все шикарно 68 вперед 22 назад с турбиной конечно же да почти 24 лошадь на тонну танчик реально едет больше похож по подвижности на лт нежели на средний танк по незаметности так на самом деле небольшой но у меня здесь перк не вкачан незаметность совсем так бы был бы в районе тридцати трех процентов неподвижной машины и в районе наверно где-то двадцать пять процентов в движении если будет выкачан перк незаметности по обзора 372 метра у меня штраф за то что командир не переобучен вот минус 27 метров так был бы у нас 399 метров 400 что вполне себе неплохо теперь быстренько по плюсу минусам машины машина небольшая то есть не длинная такая коротенькая принципе не очень-то и высокая вот поэтому это однозначно плюс по подвижности сто процентный плюс по пушке сто процентный плюс то есть пушка достаточно точная дпм на и хорошее пробитие до альфа может быть не самая сочная но все-таки по броне я все равно поставлю плюс потому что это средний танк но очень много элементов танкования от борта vld подбашенная рубка вот этот огромный люк это все хорошо бронировано поэтому назначенный плюс вот по обзору ну такой плюс и минус то есть конечно там никаких не будет там 420 440 метров но в принципе достаточно неплохо по незаметности будет вкачан перк незаметность тоже будет все нормально вот танчик по параметрам реально интересно неплохой такой выглядит прям неплохо сбрань сбалансированный поэтому давайте уже отправляться в бой пощупаем его боем посмотрим как он играет современную рендами погнали так попали на линию маннергейма попали full 4 очки это хорошо у нас обзор танка pz3 джей это у нас немецкий средний там прокачиваем проходная ветка четвертого ловла немец и от зарыву лучи у поедем направо так артули нет и хорошо а я тут один танки на подходе в рак уже близко хорошо пошло миленько ты чё даже разбился чуть-чуть друголёк подаешь так чё будет он отсюда выползать иди должен наверх 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 уже не нагрев это мне нравится когда вы насколько в Собака Враг уже близко Враги повсюду Держу цель Получи Хорошо пошло Миренько Меня не остановишь Так Заходим в хвоста Сушки Нормально Враг уже близко Это мне нравится Хорошо Заказывай Еще одна волна Так 800 дали А что БТшка Вон она Госарь Нам что я за ней бегать буду Стал на захват уже Вот такой интересный танк 800 накакали Все на захвате Что через всю Карту ехать Ну что По мне Подвижность хорошая Точность пушки Неплохая Башня Все крутится нормально Броня Конечно Слабовато Подвижность На месте Тоже Неплохая В принципе Тачка Годная Ну ПЗ 3J Очень много На картах На них гоняет Этот танк Любит Прямо Сказать что это Прямо имба Ну Нет Но Танк реально Хорош Вот Ставим ему Твердую Четверку Твердую Четверку И Думаю Что Иногда На нем Поиграть Можно В песке Для разнообразия Но Именно На топовые Пушки Это Факт Не На фугаснице Только Так Че мы Вот Почетная Ну Мы Немного Не Добрали Да Почетное Третье Место Вот Ребята Танку Ставим 4 Ставим 4 За хорошую Пушку ДПМ И Все Что Связано С Орудием За Хорошую Подвижность За Как На месте Крутится Вот Как Башня Поворачивается Вот Ну А это И Нужно В песке Это И есть Основные Критерии Для Успешной И Комфортной Игры Вот Пишите Комментарии Катаете На этом Танке Или Нет Какое Вы Используете Оборудование Как По Мне Вот Это Самая Правильная Сборочка Турбина Просветленка И Вентилятор Вот Конечно Ставьте лайк Подписывайтесь На канал А я Говорю До Скорых Встреч Пока Играешь Танки Подписывайся На мой Канал Индомита Вот И Обязательно Прожимай Колокольчик